Здравствуйте! Программа новости Большого округа на Ивантеевском телевидении. В студии Лилия Хайрулина. Сегодня вы увидите. Как в городском округе Пушкинске устраняли последствия аномального снегопада. И снова про нее. В Ивантеевке мам детей с особенностями развития учили составлять портфолио. Хлеба и зрелищ. Как работает телевидение в городском округе Пушкинский. Об этих и других новостях прямо сейчас. Аномалий снегопад прошел в столичном регионе в минувшую субботу. Помимо мокрого снега, жители Подмосковья могли наблюдать еще и сильный ветер. К синоптике сообщили, что барометры в Москве показали самое низкое значение атмосферного давления для 20 ноября за всю историю замеров. В Пушкинском городском округе на борьбу со стихией вышли коммунальные службы. Они задействовали 60 единиц техники. А дворы и улицы вручную расчищали более 250 человек. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов сообщил в своих социальных сетях, что в первую очередь сотрудники коммунальных хозяйств обрабатывали от снега и наледи проезжие части, тротуары, остановки, памятники и мемориалы. Новые специалисты и новые возможности. Проект Общероссийского народного фронта про нее. Исполняется год. Каких результатов добились его участницы, расскажет Екатерина Дубровина. Три вида тонального крема, шесть комплектов кистей и около 20 оттенков теней для век. В фотокузне сегодня снимают портфолио для проекта Общероссийского народного фронта про нее. Начинают, конечно, с наведения красоты. По сути, макияж деловой или нютовый, или макияж на фотосессию практически ничем не отличается. Все зависит от желания клиента. Можно не красить глаза, но если сделать коррекцию красиво, то человек уже будет просто другим. То есть до-после, когда правильно нанесены скулы, румяна, где-то хайлайтер. Это финал нового этапа проекта для мам особенных детей. В течение последнего месяца их обучали дистанционным профессиям. Теперь важно создать портфолио и отправиться в индивидуальное плавание. У нас участвует пять регионов в проекте. Не только Московская область. Московская область, Москва, Татарстан, Иркутск и Мурманск. Мурманская область. И в общем и целом 500 мам будет обучено, получит новые профессии. И 3000 мамам будут оказаны услуги бьюти-индустрии. Рекламировать свои услуги лучше всего через соцсети. Так что важно понимать, куда встать и какую позу принять, чтобы выглядеть настоящим профессионалом. Право, влево, подбородочек. Играем, и у нас второй подбородок исчезает. Сразу после 15-минутного инструктажа начинающих специалистов приглашают в студию. Каждая уже освоила новую профессию. Здесь и бровисты, и мастера маникюра. Есть стилисты и СММщицы. Специальность подбирали исходя из главного принципа. Работа не должна отвлекать от ребенка. Я прошла обучение СММ. Я хотела работать онлайн. И спасибо за такую возможность. СММ-менеджмент я выбрала, потому что можно работать, не выходя из дома. И вообще это интересно. На бровисты я пошла, потому что это не так много времени занимает. Не целый день. Еще что-то как-то. Можно выделить всегда время. Подстроиться. На дом, если что-то позвать. Даже клиентов. И график свой какой-то нормировать. Составлять удобно очень. Сегодня в студии около 20 человек. Однако посещают курсы куда больше женщин. Для участниц проекта обучение полностью бесплатное. Основным спросом пользуется бьюти-индустрия. Но есть и те, кто предпочитает обрабатывать фотографии или вести соцсети. СММ-менеджмент, одна из специальностей, которую я преподаю, дает возможность, сидя дома на диване за чашкой кофе, продвигать социальные сети, либо свои, либо непосредственно работодателя, на которого работаем. В этом месяце проекту «Про нее» исполняется год. Он начался с преображения женщин с особенными детьми. Мам переодевали, красили, возвращали им уверенность в себе и своих силах. В рамках проекта женщины прыгали с парашютом, летали в аэротрубе и катались на квадроциклах. Оператор проекта Инна Орлова сама воспитывает двух особенных дочек. Поэтому знает, насколько важно для мам уделять время не только детям, но и себе. Это мамы, которые много лет сидели дома. То есть они немножко отвыкли от социума. А здесь они обучились, и им надо с социумом взаимодействовать так или иначе. Здесь важная составляющая – тренинг. То есть, как вести себя с потенциальным работодателем. Для мам, в частности для наших, они как самые занятые будут работать, работодатель – это клиент, кто пришел к ним за услугами. Проект пользуется популярностью по всей России. Так, к нему уже присоединились 40 регионов. Не хватает еще четырех субъектов, чтобы стать федеральным и зарегистрировать общероссийское движение «Союз мам воспитывающих детей-инвалидов». Это позволит уже на федеральном уровне продвигать инициативы, направленные на улучшение жизни семей с особенными, но горячо любимыми детьми. Екатерина Дубровина, Антон Рябов и Мария Барсукова. Новости Большого округа. Сдать на переработку. В Ивантеевке прошла акция «Молодой гвардии Единой России» по сбору макулатуры в школах. Бумага «Сдавайся» – название подмосковной акции по сбору макулатуры. Организаторы – активисты «Молодой гвардии». Специальные контейнеры устанавливают в учебных заведениях. Ученики 6-й гимназии сейчас как раз и помогают отправить содержимое на переработку. Эта акция направлена на помощь детям. То есть все вырученные средства пойдут на благотворительность. К Новому году мы устроим праздничное мероприятие с подарками для деток из реабилитационного центра. Акция стартовала также во второй школе в Пушкино. Помимо макулатуры, активисты организуют сбор и других вторичных отходов, например, пластиковых крышек и батареек. Желающие могут сдать все перечисленное по будням с 9 утра до 6 вечера по адресу Первомайская, 30, дробь 2, офис 40. 21 ноября мы и наши коллеги отмечаем профессиональный праздник – Всемирный день телевидения. Мы счастливы, что можем рассказывать вам о новостях Ивантеевки и нашего большого округа, приглашать известных гостей в студию, делать кривические программы и просто быть нужными. И мы хотим сказать огромное спасибо каждому, кто пускает нас в свою жизнь, в свои дома и в свои сердца. Специальный репортаж о работе всех телестудий нашего большого округа для вас подготовил наш корреспондент Иван Чинаев. Сейчас мы на студии Пушкино ТВ посмотрим, как новостную магию творят наши коллеги. Новостные студии отличаются не только цветом и окружением, но и внутренней энергией. И отличить их можно с закрытыми глазами. Это, например, Красноармейск. Давайте посмотрим, как новости делают здесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В гостях интересно и круто. Тут своя атмосфера. А как сейчас дела на Ивантеевском телевидении? Давайте узнаем. На Ивантеевском телевидении работа тоже в самом разгаре. Прямо сейчас запись выпуска новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И в завершении выпуска о погоде на 23 ноября. Во вторник синоптики обещают пасмурное небо. Временами небольшой снегопад. Утром минус 8, днем до минус 4. К ночи несущественно похолодает всего на 1 градус. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этом у меня все новости на сегодня. С вами была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и хороших новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова